География археологических исследований с каждым годом расширяется Еще одним плацдармом для новых открытий стал горный массив Кокентао в 100 километрах от города Семей Здесь идут работы ученые Государственного университета имени Шакарима Кокентао богат разнообразными археологическими объектами На небольшой территории сосредоточены курганы, курганы с усами, некрополи, поселения, оградки, петроглифы и балбалы Мы вышли на элитные объекты, изучаем в то же время и рядовые Элитные объекты способны дать замечательный материал по искусству, орнаментальным искусствам, по ювелирскому искусству племен То есть выход на технологию тех времен Рядовые памятники интересны, потому что их больше Поэтому по ним можно больше изучать, какой преподает погребальный обряд Большое союзничество было племенных коллективов разных эпох и памятников здесь, конечно, очень много Ну, безусловно, мы получим такое представление об основных периодах развития общества древнего, средневекового именно на материалах Кокентао Древние жители этих мест хорошо знали металлургию и гончарное дело Существовала оживленная торговля и обмен между соседними племенами Здесь проходили караванные маршруты, формировался великий шелковый путь по Иртышу через Иртыш до Южной Сибири Моя специализация – гончарное дело керамика, керамика бронзового века И моя задача не только Кокентао, но и в общем увидеть, как люди вели свою повседневную жизнь, чем они занимались Керамика – это самый распространенный артефакт, который мы можем найти, при этом наиболее сохранившийся по сравнению с другими находками Я бы выступила за то, чтобы Кокентао было номинировано на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО Для защиты и признания, поскольку это место является центральным и древним местом проживания народов Восточного Казахстана в целом Казахстан – это страна, богатая не только природными ресурсами, но и настоящий кладезь исторических и археологических ценностей К тому же, на протяжении многих веков вдоль шелкового пути пересекались множество народов, культур и конфессий